Приветствую вас, я предлагаю вам спросить себя о том, что для вас значит беременность, что она для вас означает беременность, как вы, условно говоря, ее воспринимаете, да, как вы ее видите, беременность, что она для вас. Совершенно очевидно, что беременность есть некая площадка на текущий момент, которую вы сознательно или бессознательно используете для соревнования со своими, ну, собственно, с подругой и сестрой. Вот. Значит, либо вы рожать не хотите вообще, вот, либо вы хотите наоборот родить, ну, сильно хотите родить, вот, ну, только по какой-то причине, да, вы, может быть, боитесь это сделать, вам, например, это, боитесь признаться себе в этом. Вот. Если не хотите родить, то боитесь признаться в этом, боитесь признаться, что не хотите быть мамой. Если хотите, то боитесь наоборот признаться, что хотите быть мамой. Вот. А может быть, речь идет вообще не о беременности, а о чем-то, связанном с беременностью. Ну, например, это, может быть, чувство защиты. Может быть, это чувство, чувство реализованности вашей. Вот. То есть, здесь, на мой взгляд, очень важно данный аспект определить. Как раз таки, потому что, пока не будет понятно, что для вас значит ребенок, нельзя давать каких-либо ответов, нельзя давать каких-либо рекомендаций. Вот. Ну, просто к тому, что все они будут, по сути, пальцем в небо. Сычком пальцем в небо. Вот. Подумайте, что для вас значит подруга и сестра, и что для вас значит детям. И что для вас значит беременность. А двойняшки, двойняшки здесь, скорее, механизм компенсации. То есть, как бы, насчет, что вы пишете? Сестра родила мальчика, подруга мальчика, а я девочек-близняшек. То есть, вы, как бы, противопоставляете здесь себя им. Вот. Так что, так вот, ну а в свою очередь, соперничество с, эээ, ну, с эм... С людьми, соперничество с, эээ, с теми, кто окружает вас, говорит о том, что вы в себе не уверены и, возможно, ориентируетесь на мнение других людей больше, чем... На своё. Что, конечно же, очень негативно сказывается на... Вашим самочувствием и на вашей реализации. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok